Доброе утро! И что касается кашировки через вода, которая кипятит, можно это сделать только до начала зман и сухамец. Хотя есть несколько исключений, но в общем правило мы должны делать кашировку до начала запрет потребления хамеца, который начинается в канун Песха утром. Здесь в Москве, по-моему, чуть-чуть до 12 часов. Что касается либун, кашировки через огня, это можно сделать и после запрет хамеца, и даже во время Песха. И почему, в чем заключается разница? Поскольку заключается разница, каким образом работает процесс кашировки. Когда мы кашируем через воду, которая кипятит, мы выводим вкус. И здесь на самом деле это огромный разговор, обсуждение. Мы не знаем точно, сколько кайзетим, сколько вкус некошерной или непасхальной еды попали в стену. Это наша посуда. Но мы полагаем, мы боимся, что вкус там полна. Значит, когда мы делим огола, мы окунаем это в воду, которая кипятит, мы сделаем процесс, который выводит оттуда вкус еда, которая была до сих пор в стене этой посуды. И мы вводим туда вкус вода, который мы воспользуем во время кашировки. Естественно, поскольку вода смещена, и там вода смещается, вкус, который вышел из посуды, с водой, которую мы кашируем. Поэтому остается чуть-чуть, какие проценты еды, которые нельзя использовать во время Песоха. И у нас есть такое правило, что что касается хамец во время Песоха, она запрещена, даже если там меньше, чем 1 промиль, не только 1%. Поэтому надо кашировать это до времени запрещена хамеца. Но что касается либун, когда мы берем поляные лампы, и мы сожигаем, это просто уничтожение хамеца, уничтожение вкуса. Уничтожать можно и до Песоха, и во время Песоха, когда требуется, когда кто-то нашел, что делал ошибку, использовал хамеца и так далее. То есть, что лебун можно сделать во время Песоха, а гала, по идее, есть, конечно, как истина, надо сделать до времени запрещена хамеца в канун Ген Песоха. Раби Ханан, я милакаша, хочу сказать, что скоро будет проходить в Сухи Хаиле. Благодарим, который был маджат Шнаман, он был мальчик, который был в Азербайджан, который был в Азербайджане, который был в Азербайджане. Продолжение следует...